Новая мебель и окна, система вентиляции и отопления, а также водоснабжение и санузлы – лишь малая часть переделки. Преобразования коснулись абсолютно всего – от входной группы и фасада до письменного ящика. От прежнего отделения здесь остались только стены, которые теперь выкрашены в сине-белые тона, под стать новому дизайну всех почтовых отделений страны. Стиль лаконичный и спокойный, но элементы фирменного декора дополняют общую картину. Мы уже пообщались с населением, которое обслуживается в данном отделении почтовой связи. Люди довольны. Входишь прохладно, комфортно, чисто. Да и самим сотрудникам очень хорошо работать в таком прекрасном помещении. Комфорт кадров, безусловно, важен. Поэтому помимо обеденной зоны и санузла с водогрейным котлом, сотрудники располагают и таким удобным гаджетом, как транспортер, который решает проблему физической приемки посылок и бандеролей. Было все ужасно. Все равно по сравнению, что сейчас и что было, это очень красиво у нас. Приятно работать в таком помещении и клиентам приятнее здесь находиться. Лично оценить новоиспеченный ремонт и пообщаться с сотрудниками и клиентами приехал губернатор Алексей Русских. Ну, вы здесь работали до ремонта. Да, да. Спасибо большое. Условия намного лучше стали. Да, очень. Очень. На сто процентов. Да, лучше. Помимо прочего, на площади в 200 квадратных метров теперь установлены системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, а также оборудование для климатического контроля и кондиционирования. Входная группа располагает пандусом и велопарковкой. Для людей с ОВЗ есть кнопка вызова сотрудника, который поможет добраться до отделения. На все преобразования и ремонт затратили 14 миллионов рублей. Наряду с почтой на Отрадной также отремонтировали еще семь отделений по всему региону. Это три отделения в Ульяновске и четыре в районных центрах Меликесского, Чердоклинского и Новоспайского районов. Ульяновск вообще, посмотрите, какой был фасад. И сейчас какие вот средства для доступной среды инвалидов. Это электрический подъем. В 2023 году ремонт продолжится, и горожанам будет представлено еще 13 обновленных почтовых отделений, среди которых и здание Центрального почтамта.